Субтитры делал DimaTorzok Подожди, я тут 1% открыт. Мне его обратно? Где этот? Тот, это вот этот. Вот, кефир на жирный. Мне надо буквально 1-2 финика. И можно добавить, наверное, буквально 2-3 штучки арахиса. Так, я читала, что если финики, то финики нужно пройти первыми. Я взяла 2 финичка, вот, порезала их меленько. Сейчас мы закроем крышкой. И будем это все перемешивать. Так, теперь банан. Я тоже его весь покрошила. Думаю, банан блендер быстро перемолит. Это вообще... Банан, наверное, идеальный для блендера и киви, например. Так, у меня получилось 300 мл смузи с кефиром, бананом и... Что там, мелочи таки? Финик. И сверху посыпала арахисом. Вот, а в Лёшке будут его мюсли, зелёный чай. Всем будем завтракать. Всем приятного аппетита. Снова всем привет. И сегодня, пока Диана там занимается видео... Да, Диана? Ага. Я вам займусь готовкой. Сегодня у нас среда, середина недели, поэтому, так как неделя сама... В самом разгаре мы решили такое. Что-то потяжелее приготовить в нашем правильном питании и внести сюда разнообразие. А именно, сегодня мы готовим говядину. Если точнее, гуляш из говядины. А если ещё точнее, что-то похожее на гуляш из говядины. Для этого нам понадобится мясо, естественно. Ну, я не знаю, тут грамм 300, наверное, его. Лук. Томатная паста. Сковорода и масло. Почти этот, почти стих. Почти прям этот поэт. И, само собой, специи, соль. Всё, как всегда. Мясо мы нарезали кубиками. Хотя Диану мы нарезали. Я нарезал кубиками, а Диана очень долго со мной спорила, что на гуляш нужно его соломкой. Я не знаю, как правильно. Тем более, это гуляш полёховский. Назовём его так. Поэтому я нарезал кубиками. Небольшими такими кубиками. Дальше нарезаем, довольно крупно нарезаем лук. В первую очередь, мы бросаем лук. Немножечко его обжариваем. Потом добавляем мясо. И тоже минут 10 его обжариваем. Потом томатную пасту. Вода, в общем, я всё покажу. Я всё покажу! Я всё покажу! Я вам всё покажу! Я вам всё покажу. Насчёт того, когда солить говядину, ну, спорный вопрос. Если её солить изначально, да, она солью лучше возьмётся, но мясо будет жёстче. Поэтому мы будем солить уже в конце. Вообще, изначально планировалось варить говядину, так как она там самая полезная, вроде бы, как отварная. Но времени уже не так много, нам в университет скоро. А вот варится говядина часа два, ну, от полутора там, и больше, 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 в зависимости от возраста, ну, самой коровки, из которой, собственно, и будет готовиться блюдо. Поэтому мы решили пойти по пути, ну, почти наименьшего сопротивления. Потому что быстрее всего оно, конечно же, жарится, но так как у нас правильное питание, а жареные, когда есть, на стейке, там, совсем-совсем уже очень неполезные. Поэтому я мог, конечно, парочку кусочков таких съесть, но Диана, Диана нет. Поэтому решили, чтобы убить двух зайцев одним выстрелом. И меня накормить, и Диану. Когда лук обжарился до золотистого цвета, добавляем сюда наше мясо. Дианин раз порезка его, а именно с размерами кусочков, переборщил. Ну, всё, что вы что делаете. Да, и лук можно было, конечно, поэтому покрупнее нарезать, но я не претендую на звание мастер-шефа, поэтому я думаю, и так сойдёт. И всё это тушим 10 минут. По истечении 10 минут, вот говядина уже 10 минут протушилась, добавляем туда томатную пасту, 3-4 ложки, у нас сколько есть, только и добавлю. И заливаем водой так, чтобы она покрывала говядину, наше мясо. Солим, перчим, приправы какие-то, кто какие любит, и тушим всё это 45 минут. Вот что значит, не делай два дела одновременно. Пока мы там с Дианой собирались, из уляша выпарилась вся подлива, блин! Теперь это получилось просто мясо, тушёное в томате. Причём, выпарилось оно как-то странно. Обычно, ну, дольше, вот минут 40, на очень медленном огне, оно за сколько, полчаса, 25 минут, всё, всё испарилось, вообще всё. Ещё бы буквально 5 минут, и оно начало бы гореть. Ну, вовремя вернулся, поэтому будем есть тушёное мясо. Я с кашей, девушка с макарошками. Лёшка приготовил еду, очень красивую. Типа гуляш. Да нормально, оно будет вкусно, я уверена. У Лёшки каша будет сегодня, а у меня макарошки. И влённых сортов пшеницы, это очень важно. Да-да-да. Нет-нет-нет. Кто так Крузу открывал? Я. Ну, я показывала, как смогла, так открыла. Как с нами. Ну, у меня бывает, получается открывать банки нормально. Не понимаем, но открывашку. Там такая открывашка. А? Ну, всё, будем и кушать. Всем приятного аппетита. Я вот уже, типа, сдала немецкий. Было стыдно. Типа, ладно. У меня с немецкими я уже вам рассказывала. Жесть. Я вообще его, ну, я далека от немецкого, как не знаю, от Африки. Вот тут со мной Лина. Вся в чёрном. Да, смотри. Красотка. Агатесса. Ну, как на неё реагируют на улицы? Давай рассказывай. В общем, тут по улице. Никого не трогают. Вообще спокойно. Ну, просто в очках, да? Ну, сейчас вопрос шок был. Вы представляете, да? Я так и думала. Чёрный. Да, и чёрный рюкзак. Ну, подумаешь, да? Чёрный и чёрный. Проходит по меня бабушка. Проходит так, сравняется вместе со мной и делает так. Ой, Господи, Бабушка мой. Я перекрестилась. Это я такая красивая, что она меня сравнила? Да, она думает, что если в чёрном, то всё, ты сатанист какой-нибудь, да? Да, сатанист. Я думаю, пить кровь молодого. Ну, я люблю просто убивать, резать и пить кровь. Я очень ссорная. Ну, а мне нравится, что она в чёрном. Вообще, есть даже фраза, такая женщина, которая носит чёрный, типа, у неё там самая яркая жизнь, так что... Ну, да, да, типа... У Алины очень яркая жизнь, да, мы просто не подозреваем. Просто не в университете. Я просто... Может казаться, что самая обычная, да? Да, да. Так что вот так. Я уже буду идти к Лёше. Полинка остаётся на лекцию, да? А Диана не остаётся. Диана не ходит на пары. Я хожу на пары. Я только на лекции иногда не хожу. Нет. Диана не ходит на пары. Она всё врет. Не слушайте её. Она вообще, он в середине этот... Серьёзно, она футамиска. На английский иногда приходит... На английский я всегда хожу. Не надо. Линка с вами будет прощаться. Сатанистка. Зато у тебя ногти не чёрные. Ну ёлки-палки. Всё. Это уже не может быть... Уже не может быть априори просто. Всё. Я значит всё. Ну, это цвета неба. Друзья, мы тут занимаемся одним проектом Дианыным. Ой, тяжело, сейчас я знаю. Ну всё так просто как-то... Тяжело. Поэтому теперь зашли взять водички и... Полудник для шокот. Что ты будешь наполнить? Тоже йогурт? Не знаю. Ну давай йогурт. Свою маху. А что ты ещё можешь лидить? Лиди в йогурт. Ты голодна вообще? Немножко. Немножко? Ну пошли. Молочка там прямо налево. Лёша виделся со своим знакомым другом. Да, с этого. С общежития. С общежития пообщались. Так, может ещё как-то увидимся. Пикник у обочины или на обочине? Пикник на обочине, по-моему. Пикник? Сталкер книга. Братья Стругацких. Не знаю. Пикник на обочине, да. Обедаем мы. Чей обедник? Полудничьим йогуртами у меня активия с куровой, у яшки со сливой. Да. Ещё у меня батончик. Нет, не знаю. Потому что хочется кушать. Я уже Вике позвонила, Вика скоро подъедет. Мы с ней вместе поедем все домой. Я доделаю конкурсное видео. Лёшке на ужин сегодня рыба. Мясо. Мясо с макаронами. Рыба значит, что завтра будет, да? Не знаю. Не знаю, что можно с собой брать. Мы ещё подумали. Вот такие вот дела. Я буду с вами сегодня всё-таки готовить, да. Это был адский ад. Она снимает? Нет, она не снимала. Я просто иду со своей рукой разговариваю. Да, вот мы уже Вику забрали. Встретим. Снова я. Ой, капец, у нас только что чуть... Ну, мы с Викой только когда стояли, может, в маршрутке, я села первые все. Когда мы стояли... А громче всех звала, жалуешься? Именно-то на минуты? Конечно, я. Потому что мне до всех обидно. Я вас мучил. Надо было стопить на место. Там какая-то женщина просто была такая, она проходит мимо нас с Викой, как танк. Вот потому что ты играешь, эти танчики, какая-то жесть была. А вижу, она идёт, все вокруг неё разлетаются. Я стал такой, проходите, я не буду стоять у вас на парке. Ага, она с Викой впечатала так, в кресло, сидит. И какая-то бабулька с Викой там начала читаться. Да. Понятно, что ты думала? Да, она сразу сказала, мой сынок лёшь. Начала уже свою биографию. Пожалуйста, что мужик возле неё с перегаром сидит. А он сидит, он всё слышит, да. Она ещё сидит и говорит, он мужику некуда ноги поставить, что рядом сидит. Душевненький, душевненький, душевненький беседный. А он, конечно, когда проходил, не так перегаром неслал. Тогда мне перегаром. Не только даже. А чем? А я так и беззаваю, хрен очередь не внесла. А? Чем-то не очень хорошим. Не знаю. Ну просто вонял, короче, что? Ну да, шо. Обязательно надо говорить? Нет, да нехорошим. По перегарам явно. Не знаю, я только зашёл, эти малолетки, как... Боже, какие они тупые. А, то есть девочки? Какие они тупые, господи. Нет, что ли. Они тупые, да. Я шла, мне, короче, пацан какой-то рюкзаком поднял мне платье. Ты хоть трусы нормально делал? Да, ну знаешь, всё нормально. Ну а что? Разве нет? Сы, какую-то хрень несут. Я на той маршрутке, на Саратовке приехала. Впереди сидит бабка, у которой накрашена синими тенями веки. Голубой тушью, ресницей, сзади сидит девка, которая развалит по телефону, чапкает жвачкой. Говорит, шо, какой-то там бабу маршрутки с ебаной. О, что маршрутки. Замечательно. Все ведут себя как... Ну да, эти девки тоже. Маршрутка тормозит. Это же вещь исходящий, да? Именно так. А этот... Маршрутка тормозит, она просто падает. И нет, ну, за поручек, за что-то. Стоит меня, держится. Смыли? Держится за меня. Я снимаю ее. Финя, он второй раз тормозит. У меня же не удерживаясь. И лопаткой в нос. На. Держишь? Я думала, она рухнет. Это отразит, она на назад. Леша электрик учит меня, как правильно втыкать в розетку... Это, как... Лежать в вилоку. А мы с вами будем готовить сейчас то, что я хотела. Если честно, я очень устала, поэтому я буду не самая веселая. Ну, я с вами поделюсь небольшим рецептом. Тебе сделать такое? На чем? У меня вообще... На десерт. Какой десерт? Давай сделаем. Надо нам яблочки взять. Поставь, пожалуйста, чайник. А что ты орехи ешь? Нам нужно для такого рецептика яблочек, творог, изюм, который я залю кипотомчиком. Отрезать нужно яблочки, шапочки сделать и вырезать сердцевину, которую мы тоже будем нарезать отдельно и смешивать. Делать из этого начинку. Процесс приготовления я уже поел, а Диана все еще попросит. И купленок на фоне ржет. Вот, в общем, я яблочки, видите, вот сделала, они уже потемнели, но ничего страшного. У них крышечки, они внутри пустые. И вся моя мякоть, которую я оттуда достала, нужно порезать меленько, смешать с творогом и с изюмом, который я предварительно залила кипотомчиком, чтобы вся гадость туда ушла. Но вообще по рецепту добавляется еще мед, но мед у нас закончился, поэтому, я думаю, изюм даст все условие, наверное. Наверное, может нет. Ну, сюда можно, думаю, еще орехи, там, финики, фрукты. Ну, там, в принципе, это... Ну, финик можно добавить. По финику в каждый этот. Ну, можешь достать. А что целиком? Засунь целиком. А куда это все влезет целиком? Ты с Лешкой вместе сделали, спасибо Лешке, потому что он, по-моему, быстро яблоки на этот. Говоришь, мало будет? Полезный салат получился. Ты уверен? Где ты этот рецепт вообще нашла? В интернете. Здравствуйте, все знают этот рецепт. Конечно, все. Не трамбуй, надо финик еще внутрь засунуть. Блин, зачем тебе там финик? Чтобы калорийно было. Это маленький, для маленького яблочка. Надо было сразу... Все, короче, я покажу все потом. Мы вам показали, как делается все, сейчас я буду даже участвовать в этом. Вот, а-ля, вкусные, полезные яблоки. И мы контролируем духовку при 180 градусах. Не по фаренгейту, по Цельсию. Да, где-то... Ну, да, готовность яблочков. Парам-парам-пам-пам, все приготовлено. Все. Вот, мы с Лешкой запекли яблочки, но, так как это семеренко, их надо очень долго, прям и нужно запекать, наверное, чтобы они были супер мягкие. Они толстокожие, да, и я не думаю, что они будут сильно разваливаться, именно этот сорт яблок. Но пахнет очень вкусно. Я только сейчас, 9 часов, буду кушать. Вообще, сегодня я ужасно устала. Мы с Викой, слава богу, доделали конкурсное видео. Я очень старалась, Вика видела, и она тоже очень старалась, помогала мне. В общем, мы все вместе это сделали. Она очень мне благодарна. Я рада, что помогла. Мы все красиво сделали. Это видео тоже можно будет видеть в ВКонтакте на странице. Но очень долго мы все это делали, очень нудно. Я хотела уже просто как-то, знаете, ну, что-то мне сегодня не шло ничего. Потому что я сейчас буду делать свое для университета. Там у меня тоже будет сейчас. Надо сделать это, скинуть преподавателю. Как-то, вы знаете, что-то я сегодня никакая. Я сегодня перенервничала, когда мы с Лёшей снимали вот этот проект, как Лёша говорит. Надеюсь, что там все получится, потому что там очень много нужно тоже процессов. Я очень переживала, чтобы это все получилось. Ой, всё это, конечно, очень так, знаете, сегодня я вымоталась как-то. Сегодня я очень устала. Но мне нужно ещё делать, кушать. Поэтому всем приятного аппетита. Я ещё не скоро спать, поэтому эти яблоки-то мне только на пользу, блин. Даже мёд. У нас мёд закончился, поэтому они без мёда. Ну, ничего, ничего. Я с Лёшкиной помощью делала задание, которое нужно было скинуть. Я уже скинула там план жизни. Нужно было составить, цель свою. Ну, в общем, такое интересное. Менеджмент всё-таки. Что-то там такое должно быть. Вот. И насчёт яблочей. Хотела сказать вкусные, но они будут вкуснее, если будет, во-первых, другой сорт яблока. Какие-нибудь другие, которые сами по себе мягкие. Они такие толстокожие семиленочки, как у нас. Во-вторых, если добавить мёд, тоже будет вкуснее. В-третьих, если добавить орешки. В-четёртых, если сделать с этой начинки сырную массу больше. То есть, совсем прям такое пюре. Или вот всё-таки я была неправа, когда говорила, что лучше нарезать. Вообще, мне просто было лень, если честно, всё это в блендер кидать. Мне уже хотелось просто есть, спать и вообще ничего не делать. Поэтому мы всё нарезали. Тоже вкусно, но всё-таки, вот как я вам рассказала, будет намного вкуснее. Поэтому когда-нибудь сделаем такие печёные яблочки. Сейчас уже будем лошаться с Лёшей спать. Мы зато рано на работу, мне рано вставать, готовить, монтировать. И в университет. Там в университете тоже всякие дела происходят, которые мне настроение портят. Ну, короче, если честно, настроение не очень. Но нам уже пора спать. Да, Лёш? Да, Лёш. Голова твоя ушастая. Эй, голова ушастая. Скажи спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты теперь будешь всё говорить, как я тебя прошу, да? За второе видео подряд. Ладно, у Лёшки просто спина болит. Он устал тоже очень сегодня. Мне помогал. Умничка. Сегодня совсем прям мне. Так что желаем всем вам спокойной ночи. Всем до завтра. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok